уже вторая передача об ардуре сегодня я поговорю о навешивании эффектов на дорожке и а такой вещи как шины звуковые шины вот у нас уже есть это тестовая дорожка которую мы сделали в прошлый раз я ее сделаю потише для навешивания эффекта на дорожку надо на дорожке нажать на правую кнопку мыши и выбрать неё плагин и выбираем вот какой-нибудь эффект например ревербератор давайте ревербератор включим ревербераторы очень очевидные эффекты они помещают звук пространство вот давайте кстати во многих эффектах есть параметры dry и wet dry это уровень необработанного сигнала а wet это обработанный уже сигнал то есть вот мы можем убрать уровень dry останется только wet обработанный сигнал но обычно делается определенный баланс между wet и dry эффект может быть навешен как до фейдера так и после него чем разница фейдер олицетворяет собой вот этот индикатор уровня поэтому если выключим этот назойливый звук если эффект навешиваем до фейдера фейдер управляет вот это тут ползунок он управляет уровнем синтезатора поступившего на ревербератор и вот этим общим сигналом управляет фейдер фейдер управляет звуком фейдер управляет уровнем этого поступившего сигнала и передает его на ревербератор и дальше уже ревербератор пускает уровень громкости которая уже есть после фейдера обычно эффекты навешиваются до фейдера вот такой тип эффектом называется insert то есть это просто вставка называется эффекты можно временно выключать вот мы сейчас мы хотим отключить мы снимаем кнопочку вот этот нажимаем включает и выключает теперь рассмотрим понятие шины шина это дорожка на которую навешиваем эффекты звуковые вот давайте создадим шину для этого мы создаем новую дорожку типа аудиобас мы делаем ее стерео и мы потом нажимаем клавишу add and close вот у нас создалась пустая шина мы удаляем ревербератор с дорожки синтезатора и навешиваем ревербератор на шину ну конечно можно навесить любой эффект дисторшн там или еще что вот мы добавили ревербератор на шину теперь мы на эту шину давайте мы ее давайте мы ее переименуем ревер назовем ревер вот у нас есть шина ревер на нее мы можем с разных дорожек направлять сигнал ну в нашем примере у нас только одна дорожка чтобы направить сигнал с дорожки син синт с дорожки синт на шину ревер мы создаем так называемый посыл на английском это send вот микшерах часто можно увидеть sense and insert так вот insert давайте мы давайте мы навесим сейчас посыл send правая кнопка мыши и выбираем new aux send и вот уже нам дается ревер вот мы создаем посыл вот он создался мы его поместим сначала после синтезатора уровень посыла регулируется вот этим ползунком send давайте посмотрим как это действует то есть степень посыла сигнала на реверберацию на шину но посыл может быть как и эффект расположен до фейдера и после него в чем разница давайте включим чуть более ощутимый уровень send и поиграемся с ползунком громкости снизим его что у нас получается хотя фейдер снижен до нуля на дорожке сигнал продолжает посылаться на шину как изменить поведение необходимо переместить посыл после фейдера опа ничего нет то есть у нас фейдер стоит на нуле и и теперь на шину ничего не посылается мы поднимаем уровень и все работает как нужно подытоживая эту весьма не очевидную вещь когда а посыл стоит после фейдера то что у нас получается у нас в таком положении после фейдера звук не попадает на на посыл потому что он уже тут на фейдере обнулен звук если же у нас фейдер стоит после после посыла то мы вот снижаем до нуля фейдер но посыл стоит здесь до фейдера то есть сигнал и синтезатора попадает на посыл отправляется на шину ревер а затем сигнал идет только на фейдер но шина у нас звучит так таким образом для сведения привычного по другим программам необходимо ставить посылы после фейдера фейдера как видим ардор предлагает и другой способ то есть возможно в некоторых случаях вам покажется более приемлемым и использование фейдера после посыл на этом пока все с вами был петр семилетов уроки ардора часть 2 вторая